У вас на втором этаже в основном котики живут, да? Они живут где хотят. Вообще к кухне поближе живут, конечно. Живи к выходу, потому что летом они гуляют. Ой, это кто в шкафу? Ну, это у нас Рыжик. Вообще его зовут Леонардо Ди Каприо по фильму «Выживший». Это с тяжелой судьбой кот. Рыжика выбросили с седьмого этажа жилого дома. У него отбиты лапки и печень. Это Мила готовилась к усыплению, потому что надоела хозяевам. Ей пять лет. Собрали мы в возрасте полутора лет. Вот, Мила у нас такая. Все кошки у меня стерилизованы. И кошки, и коты. То есть я их не размножаю, я их не продаю. В этом большом и уютном доме в каждом уголке, шкафу, на креслах, стульях, на столах отогреваются пушистые, полосатые, пятнистые, четвероногие друзья. Это Том. Кот умирал на морозе на улице Чехова под колесами автомобиля. Его едва успели спасти. «Вот это Степан. Сам пришел. Больной, глазки болели, температура высокая была. То есть его кто-то бросил. «Ну это же порода, видимо, дорогая. Да, это очень дорогой кот. Ну, такие люди. Заболел, надо выбросить. Кот художник. Вот он, Мартина. На его счету две выставки, почти персональные, со мной вместе». Всего в доме Деловых живет 13 кошек и две собаки. «У них действительно дружба». Напротив, в заброшенном доме недострой живет еще 10 бездомных собак. Вместе с неравнодушными жителями Наталья кормит животных, стерилизует четвероногих. А недавно она побывала в мужском монастыре «Коренная пустынь». Женщина узнала, что в обители живет более 60 подброшенных кошек. Чтобы прокормить такое большое семейство, необходимо приличные деньги. Наташа решила помочь. Она написала картину «Тау-кита». «Звездная туманность, конечно, это реально существующий астрономический объект, но он выглядит не так. То есть астрономы сразу придерутся, скажут, что это такое. Это мое видение этой звездной системы». Космическую картину Наталья выставила на аукцион. Вырученные средства пойдут на питание кошек в «Коренной пустыне». Екатерина Худякова, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.